Я смотрел вниз и видел этот ужас. Эту Петровскую аллею застроили майданчиком вертолетным. Спасите Петровскую аллею, сделаем такую же акцию на Петровскую аллею. У меня сердце кровью отливается, что разрушили склоны, метра разрушают. Давайте еще подойдем к Петровской аллее и сделаем такой же митинг там. Мы соберемся на Петровской аллее и мы надеемся, что настанет тот день, когда наши сын коты, добрые коты, хорошие, встанут из своих стен и поперекусывают всех жирных котов, которые загарбили наши схили, наше место, наши парки, нашу свободу, наш горизонт. Я сподіваюсь, что они перекусают на решті всех чиновников так само сердечно, как ласково они встречают наших детей. Дорогие друзья, действительно, нам нужно объединяться, потому что и Петровская аллея, и это одна горячая точка, которая сейчас потребует нашей помощи. Вот там внизу знищается Андреевский узвиз, который будет перетворен на закрытый офисный комплекс. Сколько таких мест? И сейчас мы узнали, что церковь Московского патриархата также захопает двори центральных домов и строит там свои церкви. Сейчас я передаю микрофон активисту Валерию Гурину, и он вам про это рассказал. Дорогие кивляне, я вам рад всех видеть и приглашаю завтра на акцию протеста по улице Боговутовской и Оврульской, где находился чудесный сквер и Московский патриархат на основании археологических раскопок захватил этот сквер и прямо возле жилого дома собирается строить колокольню и церковь. 36 метров колокольню, для того, чтобы весь район слышал о том, что там есть, и приходили скоро большие праздники церковные, и им это будет очень выгодно. Поэтому приходим завтра, поддержим, не дадим батюшкам, но вам, которые хотят землю, захватить ее и вынести к тем, кто так хочет жить. Дорогие друзья, пьянцы, кто хочет еще рассказать пару слегку? Давайте мы запрошим. Я не имею отношения совершенно точно ни к мэриям, ни граньба, ни запорожским казахам, ни русскому патриархату, ни московскому патриархату, ни украинскому патриархату. Просто это мой город, и я не хочу, чтобы его разрушили. Это первый раз, когда пришла на какой-то блокировке, где появились какие-то такие вопросы, только потому что здесь, на Кремене, где прошла моя юность, где прошла моя юность, и мне очень жаль, если этого здесь больше не будет. Действительно, замечательно, на Кремене, и это, наверное, можно сказать альтернативным искусством, потому что все, что она будет конкурирована в Кремене официально, я не знаю, откуда берутся в Кремене, с полным акцентом, с начала, не выводят для начала нормальной документации, для того, чтобы быть в Кремене, в Кремене, в Кремене, в Кремене. Я не знаю, зачем они есть, в Кремене, в Кремене, в Кремене, в Кремене, в Кремене. Если это не угодно, нужно поставить дом. Потом снесем дом Минда, потому что здесь должен будет стоять дом Януковича, или Ющенко, или Раскердышенко, понимаете? Это бесконечности, нельзя реконструировать свой город, нужно оставлять историю, целости и сохранности так, как она была, так, как это делают во всей...